Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Мы продолжаем моделировать матчи континентальной хоккейной лиги, и сейчас у нас на очереди матч между Челябинским трактором и Новосибирской Сибири. Трактор находится на пятой позиции Восточной конференции, командой 70 очков после 57 игр. Новосибирская Сибирь занимает девятую позицию также Восточной конференции, у команды 52 очка и 57 игр. Сибирь в последнем матче переиграла Нур-Султанский Бары со счетом 5-1, разгромив команду из Нур-Султана. Трактор же, друзья, в гостях проиграл Минскому Динаму в овертайме со счетом 3-2. Такие последние матчи у команд Роман Вилл сегодня будет стоять в воротах трактора. Кстати, очень хотелось бы увидеть уже Федотова в рамке, потому что Феерит, он особенно матчует в предпоследнем с ЦСКА. Говорят, очень хорошо он сыграл. И, конечно же, Сятори будет в воротах в Сибири. Первое звено у Новосибирской Сибири. Ли очень хорошо здесь ставит корпус. А Бааров, нет, шайба не доходит здесь. Здесь Романцев снова Шаров. Йоки Пака, Романцев бросок поворотом. Авцен, Манухов. Бросок поворотом выручает Сятори. Санников, ОДЛ. Бросок в ближнем бою. Здесь переигрывает Вилл своего соперника. И не оставляет шансов по нападающему из Сибири. Ушенин. Передача на ОДЛ. ОДЛ один в ноль. Еще один бросок поворотом. Майоров. Ход в зону. Ильин, бросок поворотом Сятори. Косов. Ну так не переиграть. Сятори. Так, момент у Кравцова. Ушенин. Гуркин. Щелчок поворотом низом. Друзья, у нас первый период подошел к концу. Пока в матче между Челябинским трактором и Новосибирской Сибири 0-0. После первого периода. Хотя моменты были у той или другой команды. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 2. 6-6 по броскам. Абсолютная равенство. И 2-1 впереди. Гости по выигранным выбрасываниям. Потому что игра была просто без перерыва. И поэтому 3 бросания всего лишь было в первом периоде. А так игра практически без остановок была. Но и мне все-таки показалось как-то поинтереснее Сибири. Выглядела в первом периоде. Шаров. Йокипака. Хабаров. Щелчок поворотом. Основен. Бейлин. Бейлин. Бросок. Очень хороший бросок получился у Бейлина. Ой-ой-ой. Как силовой прием. Какой силовой прием. Здесь Седлок сейчас сделал. Очень жестко. Романцев. Ушенин. Бросок поворотом. Вот первый опасный момент, по-моему, в втором периоде. Почему вы не бросаете? Карпухин. Щелчок поворотом. Оберг. Оберг. Переиграет ли здесь? Добивание. Ильин. Нет. Не получилось. Шайбу забросить. Здесь Ушенин с шайбой. Бейлин. Вот Бейлин, может быть, сам сможет челкнуть. Здесь Кравцов один на пятачке. У нас до сих пор счет 0-0. Матч между Новосибирской Сибирью и Челябинским трактором. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 11-7 по броскам в пользу Челябинской команды. И 4-2 по выигранным бросаниям впереди новосибирская команда. Третий период, друзья, начался. И здесь сража атака трактора у нас идет. Но во втором периоде только момент с Кравцовым могу вспомнить. Ни один кистевой бросок нет. Это опять же Бейлин бросла поворотом. Бывается. Калинин с неудобной руки. Пилот. Гика. Бросок поворотом. Ся-3. Миловзоров. Очень неплохо. Гуркин. Ой-ой-ой. Какой момент. Но опять ближний бросок от Бодрова. Не особо опасный. Бодров такой путь проделал, чтобы вот так вот слабо бросить. Это, конечно, печально видеть. ОДЛ. Демидов. Гуркин. Демидов. Щелчок поворотом. Добить. Или хотя бы удаление. Заработать. ОДЛ. Сибирь впереди. Сибирь атакует здесь. Ворота Вилла. И хороший момент был последний, где бросал Ушенин. И вот этот бросок тоже неплохой получился. Вот здесь, да, закрыли своих соперников в своей зоне. Ну вот момент какой у Савистова. Так, друзья, у нас последняя минута третьего периода. И пока по нулям. Пылогало. Под зону бросок впадает в игрока Сибири. Какой момент сейчас возникает у Кравцова на последних секундах. Шаров 27 секунд. Ли. Шаров. Бросок. Не опасно. А Вилл можно было, наверное, даже ищу шайбу. То и не накрывать. Продолжить игру. Потому что, ну, бросок был совсем не опасный от Шарова. Гика очень неплохо вот здесь. Еще один бросок поворотом. Ся-3. Может быть получится еще в третьем периоде шайбу-то забросить. Есть моменты. Да, вот это очень опасный был момент у Седлака. Потом Гика бросал еще поворотом. Но не могут пока поразить ворота и той, и другой команды игроки. Романцев 7 секунд. Миловзоров. Ой, Миловзоров очень плохая передача. Здесь, которая очень легко перехватывается, друзья. У нас будет овертайм. В матче между Челябинским трактором и Новосибирской Сибирью, друзья, 0-0. У нас в этом матче ни одной из команд не получилось забросить шайбы. Давайте, друзья, переходить к овертайму. 19-11 по броскам в пользу челябинской команды. И 7-6 по выигранным броскам в пользу Новосибирской Сибири. 3 на 3 у нас формат овертайма. Очень много обычных моментов возникает в эти 5 минут. В какой момент? Ушенин, бросок. Бросок-то и не получился у Ушенина. Как же печально. Вот на первых секундах, чтобы возник вот такой вот хороший момент. И не смочь его реализовать. Рохома выиграли в бросовине. Ушенин. Очень долго Ушенин готовился к броску. Ильин. Передача. Бейлин избивает. Здесь Йокки Паков. 2 в 1 можно убежать. Ушенин. Потерять здесь шайбу Ушенин. Бейлин. Передача на пятачок. И Гика шайбу, друзья, забрасывает. Как же здесь все-таки Бейлин доработал. Вот если вы заметили. Вот очень хорошая передача от Бейлина и Гика, друзья, здесь шайба у нас забрасывает. Поздравляем мы всех болельщиков трактора с этой победой. Одну очку смогли новосибирцы забрать. Но все-таки 2 забирают челябинскую команду в тяжелой борьбе. Вот здесь Бейлин поборолся, отдал передачу на пятак. И Гика, друзья, шайбу пробросил мимо Сеатри. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно подпишись. Поставь лайк, влепи топовый комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах континентальной хоккейной лиги.